Сейчас я хотел бы предоставить слово гласности. Семенов Антон Владимирович, директор журнала «Оддых в России». Он рассказывает и показывает, как можно отдыхать, как нужно отдыхать, и как работает туристическая отрасль в частности. Здравствуйте. Добрый день, Семенов. Ну, конечно, соединяюсь к Горде Санаевой. Выставка великолепная. Сюда, конечно, надо всяческими способами заманивать больше людей. И я вот сравниваю даже с нашими международными туристическими выставками, которые проходят в Москве, а их две – «Интермаркет» и «Отдых». Одна проходит весной, другая осенью. Я хочу сказать, что здесь стенды не менее интересны. И я бы даже подумал о неком объединении усилий туристических властей региональных и тех же самых региональных властей, которые занимаются поддержкой, продвижением промыслов. Потому что у нас что происходит? У нас промыслы – это Министерство промышленности и торговли, туризм. Вот был в Министерстве культуры, сейчас отдали в Министерство экономического развития. И мне кажется, что вот это вот то, что у нас происходит очень часто, разные ведомства, разные начальники, и нет вот этого объединяющего какой-то единой линии, которая бы позволила вот в данном конкретном случае объединить туризм и народных и художественных промыслов. То, что мы видим в регионах, то, что происходит сейчас, в наше время, да, есть попытки и понимание, что их надо как-то объединять. Но это носит несистемный характер, это где-то за счет инициативных предпринимателей происходит. Где-то, да, региональные власти более активны. Ну, та же самая Нижегородская область, о которой сегодня говорилось, там, Хохлома, это их, ну, это такой общеизвестный федеральный бренд, даже, можно сказать, международного уровня бренд. И есть, например, пример Дагестана, где Министерство туризма, оно же Министерство туризма и народных художественных промыслов. То есть, там тоже понимают, что, как бы, их конкурентные преимущества, то, ради чего туда стоит ехать, это в том числе, вот эти кубачинская сталь, кубачинские клинки, дагестанские ковры и так далее. Это те самые фишки, о которых надо рассказывать. И, опять же, развивая эту мысль, вот у нас в Москве каждый год только официально 6 миллионов иностранных туристов приезжает. А на самом деле, я думаю, их это больше. И если это поделить, это где-то 16 тысяч в день. То есть, у нас сегодня в Москве 16 тысяч иностранных туристов. Почему никто или один туроператор московский не возит сюда группы туристов, для того, чтобы они увидели то, чем гордится Россия, и по нормальным, адекватным ценам могли купить себе те вещи, которые они бы привезли к себе домой, и всем бы друзьям показывали, и всем бы говорили, ничего себе, я тоже такое хочу. Почему никто этим не занимается? Для меня это странно. То есть, это самое простое, на самом деле, что во всем мире делается. Мы когда в какую-нибудь Курцию приезжаем в Израиль, нас везут по сувенирным магазинам, где хозяин этого магазина платит киду за то, что он привез группу. Где эти группы иностранных туристов, подъезжающие автобусы сюда к экспо, и выходящие в ажиотаже, значит, с вываливающимися из карманов долларов, и скупающие все. Где вот эта картина, которую я хочу увидеть? Ее нет. Почему? Непонятно. Вот. В общем, я здесь вижу огромный, на самом деле, потенциал, неиспользованный, неориализованный. И, честно говоря, у меня пока нет ответа на вопрос, почему этого не делается. Вот мы делаем, помимо того, что выпускаем журнал, мы делаем различные рейтинги. И в 2017 году мы сделали первый раз национальный рейтинг туристических брендов. То есть мы попытались определить, что у нас в стране, какие туристические объекты, промыслы являются наиболее узнаваемыми, уникальными, и которые вызывают ассоциацию с тем или иным регионом, и люди хотели бы в этот регион поехать, для того, чтобы с ним познакомиться. Вот мы отобрали, мы запросили у региональных администраций как бы списки, чтобы они нам дали бренды, которые они продвигают. Они нам дали эти списки, получилось где-то 450 наиболеваний. Потом мы проводили опрос среди населения и спрашивали, задавалось три вопроса, известен ли данный бренд лично вам. Второй вопрос был, ассоциируется ли у вас данный бренд с указанным регионом. И хотели бы вы посетить этот регион, чтобы поближе познакомиться с данным брендом. Вот исходя из этих трех вопросов, считалось количество да-нет, и в результате каждый из вот этих вот наименований получал определенное количество баллов. Таким образом, у нас получилось топ-100 национальных тульсистских брендов России. Вот в эти топ-100 вошли у нас 11 художественных промыслов. Вот я вот сейчас назову, кто попал, посчастливилось, да? Тульский самовар, изделия из вентаря, это Калининградская область, Вологодское кружево, джирская керамика, Оренбургский буховый платок, Павлопосадский платок, Жостовские расписные подносы, гусь-хрустальное стекло, хламская роспись, Вологодский лед, Палевская миниатюра. А всего это 25 у нас получилось художественных промыслов, которые, из которых мы потом составили топ-25. Для чего вообще нами это было сделано? Для того, чтобы понять вообще, вот на сегодняшний день, какое у наших россиян, что у них в голове, что они знают, о чем они уже забыли, какое у них есть представление, например, Дымковская игрушка, она вообще к какому региону относится? Ну я думаю, вот я могу даже процент сказать, который назвал ассоциация с регионом. Дымковская игрушка Кировская область, 39%. Это значит, только 39% ассоциируют Дымковскую игрушку с Кировской областью. Вот по сути мы вот так по каждому бренду разбирали, и ситуация, скажу вам честно, не очень приглядная, потому что на самом деле людям надо постоянно рассказывать, напоминать, и отдельная история это про нашу молодежь, которая, я думаю, вообще далека от художественных промыслов, и надо сейчас думать о том, как, какими инструментами, в том числе медийными, привлекать молодежь к тому, чтобы она, во-первых, интересовалась культурой, историей нашей страны, а во-вторых, чтобы они в конце концов начали покупать эти изделия, и сейчас хотя бы когда подрастут. И я с удовольствием заметил, что и вот из перечисленных брендов, что они начали вести, например, свои страницы в Инстаграме. Например, Кжельская посуда, я там нашел страничку 30 тысяч подписчиков. То есть это очень хорошо, как вы понимаете. Павло Посадский платок я там нашел, я там нашел Жостова. И, собственно говоря, эти страницы сделаны с одной целью – продавать. То есть там они выставляют всю продукцию, есть контактная информация, и я понимаю, что это прекрасный инструмент для продажи своей. А молодежь сидит именно в Инстаграме, и именно там она будет все это покупать, приобретать. Она вряд ли сюда придет, но в Интернете она может это найти, может это заинтересовать. Кроме того, я тоже с интересом обнаружил, здесь тоже разговаривал с некоторыми участниками выставки, что у них больше идут продажи через Интернет, через разные вот эти тематические сайты, там типа узкие, да, сегодня презентация была, не успел. То есть сегодня ситуация такова, что да, есть Интернет, который позволяет продавать свою продукцию, там должны быть красивые фотографии, я перерыл кучу сайтов, я не увидел там красивых фотографий. То есть здесь необходимо прилагать усилия для того, чтобы красиво подавать свою продукцию. То есть это реально должны быть красивые фотографии, красивые картинки, это должно быть интересно, это должно быть привлекательно, это должно быть современно. И вот этим надо заниматься. Я понимаю, что у промыслов большие проблемы, трудности там с финансированием. Мы говорим о том, что необходимо привлекать субсидии, органы власти и так далее. И там речь уже стоит о том, что у нас работать некому, у нас там продаж нет. Но при этом мы забываем, что огромные ресурсы бизнесом, коммерческими структурами обычно тратятся на рекламу. И надо, те же самые промыслы должны тоже этим заниматься и так или иначе находить на это деньги, выделять на это деньги. И мне кажется, что вот эта вот выставка, да, я тоже разговариваю, что участникам предоставляется площадь бесплатно. Прекрасно. Поэтому они сюда приехали, они, я так полагаю, оплатили там свой проезд, они платят там за проживание, то есть они все равно несут расходы. И наша задача выжать все из этой выставки и, как я уже сказал, привезти сюда максимум людей, максимум туристов, для того, чтобы они все это увидели. В принципе, коротко у меня все. И я хотел бы еще тоже из собственного опыта рассказать такую историю, почему нужно водить туриста на производство художественных промыслов. Я был в Вологде, обошел там всю Вологду, но что мне больше всего запомнилось? Я пришел на производство кружева Вологодского, то есть по своей собственной инициативе, зашел в магазин, начал разговаривать с продавцом. Ну и так по ходу пьесы выяснилось, что у нее в соседнем кабинете сидят кружевницы. Я говорю, ну-ка, ну-ка, покажите мне. Она меня заводит буквально там 5 метров, открывает дверь, вот комната размера вот с этого помещения, сидит где-то 30 кружевниц в тишине, и только вот этот звук, вот этих коклюшек, на которых они плетут кружево. Я обалдел, я стоял несколько минут, просто вот сам вот этот звук, который просто завораживающий. И ты видишь, как на твоих глазах вот это плетется кружево, и я, когда это все увидел, потом оно вот продается, и я захотел сразу купить его. Если бы просто так я его увидел, я бы не захотел, потому что там ценник еще тоже такой недешевый. А когда я все увидел, все это делать своими руками, конечно, я захотел приобрести. Вот. И я разговариваю тоже, там был администратор магазина, там салфеточка, там две тысячи стоит. А сколько вот скатерть будет стоить на этот стол? Она говорит, ну это тысяч двести. Я говорю, ну слушайте, это, наверное, не каждый может себе позволить, такое приобрести изделие. Она говорит, ну да, ну вот у нас была заммэра Москвы, тогда еще был мэр Лужков, вот. И она говорит, купила себе четыре шторы на дачу. Я так себе представил эти шторы, вот, эту дачу. Спасибо.